Вычислить несобственный интеграл. Но вначале, как обычно, приглашаю всех на семейный канал. На этот раз готовили пирог. Поэтому для тех, кто хочет научиться печь пироги, ссылка в описании. Итак, нам необходимо вычислить несобственный интеграл от 0 до плюс бесконечности под знаком интеграла дробь в числителе x квадрат плюс единица в знаменателе x четвертой степени плюс единица и все это умножить на dx. Пусть x у нас будет строго положительным. Это нам понадобится в дальнейшем для вычисления нашего интеграла. Тогда данный несобственный интеграл можно найти как предел интеграла от a до b, где a стремится к нулю справа, а b стремится к плюс бесконечности. Все остальное пока переписываем. Теперь попробуем отдельно найти вот этот наш неопределенный интеграл, а потом вернемся к пределу. То есть нам необходимо вычислить интеграл под знаком интеграла x квадрат плюс единица в знаменателе x четвертой степени плюс единица умножить на dx. Вынесем в знаменателе x квадрате за скобку. Тогда в скобках у нас остается x квадрате плюс единица разделить на x квадрате. Числитель пока переписываем. И все это умножить на dx. Теперь почленно поделим каждое слагаемое в числителе на x квадрате. И запишем все это в числителе. Тогда x квадрат разделить на x квадрат будет единица плюс единица разделить на x квадрате умножить на dx. А в знаменателе у нас остается сумма x квадрате плюс единица разделить на x квадрате. Теперь внесем вот эту всю сумму под знак дифференциала. В результате получаем дифференциал от x минус единица разделить на x. Вообще, кому непонятно, как мы внесли вот эту нашу сумму под знак дифференциала и в результате получили вот такой дифференциал, можно это было сделать отдельно подробно. То есть мы в общем виде пишем 1 плюс 1 разделить на x в квадрате умножить на dx. И теперь мы должны вот это все представить в виде дифференциала неизвестной нам функции. То есть du, например. То есть наша цель найти u, которая в результате как раз и окажется вот этой разностью. Ну а для того, чтобы найти u из вот этого нашего уравнения, нужно просто проинтегрировать. То есть тогда в результате правая часть будет равна u. Далее мы находим интеграл от вот этой нашей функции. И с точностью до константы получаем вот эту нашу разность. То есть все правильно. Теперь в знаменателе нам нужно выделить полный квадрат вот этой нашей разности. То есть действительно, если мы сейчас вычтем 2 и прибавим 2, то тогда вот эти три слагаемых как раз и будут представлять собой квадрат вот этой разности. В результате получаем в знаменателе x минус 1 разделить на x и все это в квадрате до плюс еще 2. Я уже говорил, что на каждом шаге можно делать проверку. То есть вот если мы сейчас здесь раскроем скобки и переведем в знаменателе подобные слагаемые, то мы как раз и получим то, что было раньше. Итак, в результате мы получили вот такой табличный интеграл. Это действительно табличный интеграл вида dt разделить на t квадрат плюс a квадрат. То есть вот эту вот двойку мы можем представить как корень из 2 в квадрате. И тогда такой табличный интеграл по готовой формуле будет равен 1 разделить на a, то есть 1 разделить на корень из 2, арктангенс t разделить на a. То есть вместо t мы записываем вот эту нашу разность, x минус 1 разделить на x и разделить на a, то есть на корень из 2. То есть мы нашли в результате, чему равен вот этот нужный нам интеграл. Теперь можно расписать его по формуле Ньютона-Лебница. Давайте вот это вот равенство мы сейчас вот так обведем и перенесем вниз. Вот сюда. Предел пока переписываем. a стремится к нулю справа, b стремится к плюс бесконечности. Далее переписываем наш интеграл и записываем пределы интегрирования от a до b. Константу можно вынести сразу за знак предела. Предел переписываем. И теперь можно подставить сначала верхний предел, далее вычесть и подставить нижний предел. Получаем арктангенс b минус 1 разделить на b разделить на корень из 2. И минус арктангенс a минус 1 разделить на a разделить на корень из 2. единицу на корень из 2 переписываем и переходим к пределу итак находим предел первого слагаемого при b стремящемся к плюс бесконечность если b стремится к плюс бесконечности то тогда обратная величина бесконечно большой это бесконечно малая то есть эта величина стремится к нулю и в результате мы получаем в числителе плюс бесконечность разделить на константу плюс бесконечность остается то есть в результате мы получаем арктангенс плюс бесконечности То есть мы получаем π пополам. Действительно, если мы сейчас вспомним график арктангенса, то при х, стремящемся к плюс бесконечности, значение арктангенса стремится к π пополам. А если х стремится к минус бесконечности, то значение арктангенса стремится к минус π пополам. Итак, предел первого слагаемого в скобках равен π пополам. Минус. Теперь находим предел второго слагаемого. Подставляем положительную бесконечно малую вместо переменной А. В результате обратная величина положительной бесконечно малой стремится к плюс бесконечности. А само А стремится к нулю. То есть в результате в числителе мы получаем 0 минус бесконечность. Вот этот минус мы учитываем. Минус бесконечно большое разделить на корень из 2 остается минус бесконечно большое. То есть получается арктангенс минус бесконечности. Но предел арктангенса при x стремящемся к минус бесконечности равен минус π пополам. Да еще вот этот минус. То есть мы получаем минус минус π пополам. Окончательно получаем единица на корень из двух. Раскрываем вот эти внутренние скобки. Получаем π пополам плюс π пополам. Это π, а значит ответ будет π разделить на корень из двух. Пишем ответ. Несобственный интеграл равен π разделить на корень из двух. То есть несобственный интеграл сходится. Кому решение понятно ставьте лайк и не забудьте зайти в гости на наш семейный канал.